Власти проводят масштабную профилактическую работу против кори. Активно вакцинируются сотрудники учреждений образования культуры и спорта крупных предприятий. Пока рано говорить о том, что распространение вируса остановлено для контроля за работой всех подведомственных учреждений, сбора достоверной информации о профилактических мероприятиях. Глава муниципалитета решил создать межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители областного Минздрава и Роспотребнадзора. Сегодня будет отчет территориального управления Минздрава и всех наших главных врачей, если потребуется какая-то дополнительная информация. Очень хочется услышать о том, какая ситуация на ваших участках, что с наличием и подвозок вакцин, сколько прививок к нам совместно сделано и какие есть проблемы на сегодняшний день, что нам необходимо решить. С 26 новых случаев нет, как сказали, и что уже составили план по вакцинации по 49 предприятиям организации до 22 ноября. Поэтому вопросов у нас на данный момент не возникает. Взаимодействие полностью с администрацией, с предприятиями, с учреждениями налажено. Главным инструментом профилактики против кори является своевременная вакцинация. Отказ от прививки может привести к серьезным последствиям. Корть заболевания, которая сильнее всего, бьет по организму детей и может вызвать ряд осложнений. С 5 октября по 2-7 октября проделана колоссальная работа. И у нас процент привитых увеличился с 83 до 90,3%. Вопрос борьбы с корью Андрей Иванов держит на контроле. Пока рано говорить о полной победе над вирусом. Но все профилактические мероприятия проходят системно и наблюдается положительная динамика. Эта комиссия должна выработать те меры, безусловные, которые позволят нам людей в таком хорошем смысле принуждать вакцинирование. На совещании присутствовали руководители лечебных учреждений района. Главные врачи поддержали предложение главы об оснащении всех образовательных учреждений и мест большого скопления людей бактерицидными лампами. Это снизит риск развития вирусных заболеваний. Скорее всего, оборудование будет разное для детишек и для взрослых. Где-то помощнее, где-то с запасом, с перестраховкой, чтобы бороться с инфекцией как по-настоящему. Это называется рецелекулятор воздуха. Их можно размещать. Они как раз и изобретены для того, чтобы они функционировали в помещениях, где находятся люди, где находятся дети. Они закупаются, размещаются на стенах. У них есть разный диапазон. Они подбираются под площадь. Поэтому они совершенно безопасны. Если такие аппараты будут закуплены, наши медработники должны будут завести журналы для того, чтобы писать исчерпывающий резерв. У них существуют бактерицидные лампы. По истечению срока действия, по часам, просто проводятся замены лампы. Это эффективно. И я совершенно поддерживаю ваше предложение. Это нужно внедрять. Все профилактические мероприятия направлены на то, чтобы не допустить новой вспышки кори. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.